Сегодня я предлагаю вам поучиться у самого мудрого человека на этой земле. Ну, конечно, живущего до Иисуса Христа, потому что с нашим Господом Иисусом сравниться никто не может, однозначно. Но сам Бог сказал, что Он даст этому человеку мудрость, какой не было до него и какой не будет после него среди живущих на этой земле. Вы, конечно, знаете, как его зовут. Это царь Соломон. Уже с детского возраста его помазали в цари, и он возрастал, и возрастал, и возрастал. И потом в одно из переживаний с Богом он получил это благословение, Бог дал ему особенную премудрость. Так вот, что этот премудрый человек говорит. Это записано в книге «Екклесиаст», самая первая глава, 8 стих. Фактически, он начинает свое учение, свои наставления вот с этой мысли. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Все вещи в труде. Как вам это нравится? Я помню, как однажды мы переезжали очередной раз с одной квартиры на другую, и мы перевозили множество вещей. И я таскал эти коробки из машины в ту квартиру, в которую мы переехали. И внутри был полон ропота, откровенно вам скажу. Это было около 20 лет назад, я уже давно покаялся, если что. Но тогда я роптал, я серьезно роптал. Я таскал эти коробки, думал, ну когда же это закончится, когда мы уже закончим этот переезд и отдохнем наконец-то. И вот, держа в руках одну из коробок, я помню, как на одной лестничной площадке я внутри ясно услышал, как Дух Святой, теперь я понимаю, мне сказал, «Работать надо будет всегда». Вы знаете, я прям с этой коробкой там завис на какое-то время, потому что это было настолько ярко, это было настолько вопреки всем моим ощущениям, переживаниям, ропоту, мыслям, что я остановился. И как ни странно, эта мысль очень сильно освободила меня. Вдруг как панорама какая-то пронеслась передо мной. Вообще, если посмотреть контекст вот этого стиха из первой главы Екклесиаста, восьмой стих вот этот, если посмотреть контекст, то там вообще Екклесиаст дает такую панораму всей жизни. И он говорит, вообще, если все само по себе, то ничего нового нет. Вам может казаться, что что-то новое, а оно вот, оказывается, уже это было. Ветер, говорит, кружится, 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 дует, куда-то летит, а потом возвращается опять на место свое. Реки вытекают из... реки текут, текут, втекают, впадают в море, а море не переполняется, потому что в каком-то месте они точно так же вытекают из этого моря, возвращаются на место, чтобы опять течь. И вот он этот процесс рассказывает и говорит, вообще, это все суета на самом деле, если просто отдельно взять. Ничего нового, оно все как повторяется, повторяется, то есть, как определенный цикл запущен, как определенный фон есть для всех живущих на этой земле. И вот в этом перечислении есть этот восьмой стих. И он говорит, все вещи в труде, двоеточие. Абсолютно все, в чем ты нуждаешься, оказывается, есть в труде. Двоеточие. Не может человек пересказать всего. Хочется иногда говорить, 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 но не может человек пересказать всего, чтобы наконец-то сказать, ну, я наговорился. Все. Наконец-то я наговорился, больше не буду говорить. Нет же, не проходит и дня, как опять что-то хочется сказать, и ты не получаешь удовлетворения от того, что ты просто говоришь, 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 мечтаешь, рассказываешь, как все будет, или вспоминаешь, как было все. А вот иногда говорят и поныне там, да? Поэтому удовлетворения как не было, так и нет. Не насытится око зрением. Сегодня многие люди проводят часами, насколько я знаю, за телевизором. И они ожидают, что они как-то насытятся, они как-то наполнятся. Они приходят с работы, включают телевизор и смотрят программу за программой. Кому из вас известно, что через определенное время просмотра телевидения вы внутри ощущаете звенящую пустоту? Кому известно? Да. Хотя переживания кажутся такие, что ты прям как будто там, ты либо городом управляешь, либо ты вообще там самый крутой, какой-нибудь Бэтмен, типа того. Или ты что-то там делаешь, или что-то производишь, и ты весь там, как будто ты часть этого. Ну вот все заканчивается. А вот и поныне там. Не наполнится око зрением. Ты не можешь насмотреться так, чтобы быть внутри удовлетворенным. И не наполнится ухо слушанием. Сколько угодно можешь слушать. Кто музыку включает, ходит с наушниками, потому что без музыки просто жить не может. Но выключить музыку, и как пустота какая-то. И все время надо чем-то заполнять себя. И все время надо что-то смотреть. Некоторые, я знаю, к сожалению, ну далеко не редкость это, когда в доме, ну раньше радио было, сегодня телевизор, или компьютер, что-то фоном звучит. Там, в общем-то, все уже понимают ничего интересного, ничего хорошего, ничего привлекательного, но фоном что-то должно звучать, чтобы эту пустоту как-то заглушить. Премудрый экклесиаст еще несколько тысяч лет назад сказал, он говорит, ребята, все вещи в труде. Абсолютно все, в чем ты нуждаешься. Абсолютно все, что даст тебе по-настоящему эту удовлетворенность, счастье, полноценность, силу находится, оказывается, в труде. И это первое, о чем нам сегодня надо с вами договориться, что труд не от дьявола. Труд – это не результат проклятия человека. Труд от Бога. Аминь. Ведь сам Бог трудился. Ведь сам Бог, не имеющий никакого греха, не старающийся что-то исправить, изменить, Он трудился. Он начал все творение с труда. С труда все начинается. Посмотрите, книга «Бытие», 2 глава, 2 и 3 стих. «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал. И почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Я знаю, что тот человек, который избегает работы, тот человек, который не хочет трудиться, он никогда не может стать счастливым человеком. Вы скажете, но ведь есть такие люди, которые как-то вот преуспели, либо родители были богаты, или есть богаты, и они как-то передали, но ведь здорово, когда ты ничего не делаешь, когда ты можешь поехать куда-то отдохнуть, ничего не делая, расслабиться, когда тебе предоставлено абсолютно все. Многие стремятся просто к тому, чтобы иметь все, ничего не делать и просто наслаждаться жизнью. Жизнью. Только я не видел ни одного такого человека, наслаждающегося жизнью, который ничего не делает, не трудится, у которого просто много денег. По факту есть такие, конечно, наследство большое, родители, значит, какую-то должность, позицию в обществе занимают. Только ни одного такого счастливого человека я не видел. Более того, скажу, что в тех странах, в которых денег больше всего у людей и возможностей вот так вот жить больше всего, больше всего суицидов. Как это ни странно, как это ни парадоксально, но это факт. Многие люди, имеющие богатство, имеющие много возможностей, пожалуйста, весь мир перед тобой, езди, живи, делай все, что хочешь. Зачем тебе лишать себя жизни? А потому что человек, имеющий все, но ничего не делающий, имеет внутри эту пустоту, которую ничем не может наполнить. И сбываются эти слова премудрого Соломона, который сказал, что все вещи в труде. Ты не насытишься, не наполнишься, не наслушаешься, не насмотришься, если ничего не будешь делать. Итак, вопрос, который, я думаю, для вас будет очень легкий. Работа все-таки благословения или проклятие? И все скажут, конечно, благословения. Аминь? Да, конечно. Но почему-то современный человек постоянно стремится к выходному дню. Понимаю, что работа такое, благословение, но он шесть дней работает и думает, ну когда же уже выходной? Ну когда я же уже высплюсь? Ну когда же я уже отдохну? А потом выходной проходит быстро, мало, конечно, побыстрее бы отпуск. Тогда я наконец-то расслаблюсь, тогда я куда-то выйду. Отпуск заканчивается, и ты думаешь, уже бы пенсия, что ли, побыстрее. Потому что тогда уже просто ты отдыхаешь, деньги получаешь и ничего не делаешь. Это же просто потрясающе, фантастика. И для кого-то это просто край мечты. Это просто пик мечты. Ничего не делать, но при этом получать какие-то деньги и быть предоставленным самому себе. Драгоценные. Я так хочу, чтобы сегодня мы приняли это слово, приняли это откровение и поняли, что не трудясь, ничего не делая, вы никогда не сможете быть счастливым человеком. потому что все вещи в труде, абсолютно все, в чем ты нуждаешься, есть именно там. Почему же так люди думают? Я вам скажу, что это результат искаженного мышления. Это искаженное мышление, и оно пришло после грехопадения. Бытие, третья глава, семнадцатого стиха. Адам уже сказал Бог за то, что ты послушал голоса жены своей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчь ты произрастит, она тебе и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Как страшно изменяется в этот момент образ жизни Адама с Евой. Ведь они были призваны совершенно к другим вещам. Они были призваны быть с Богом. Они были призваны делать великие дела, которые Бог им повелел делать. Давайте посмотрим, какие дела. Бытие, например, 1 глава, 28 стих. Самое начало. Бог только все создал и Он показывает призвание Адама с Евой. Послушайте. И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным пресмыкающимся по земле. Бытие 2, 15. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском чтобы возделывать его и хранить его. Много работы на самом деле. Очень много работы. Но какая работа? Работа, в которой, во-первых, Адам всегда видел Бога. Аминь. Второе. Работа, в которой Адам исполнял волю Божью. Две вещи, я считаю, самые важные. Адам видел в своей работе везде Бога, и Адам исполнял его волю. Только подумайте, однажды Бог привел животных, всех животных привел к Адаму, чтобы Адам называл их. Это же какой увлекательный процесс. Вы только подумайте, сегодня насчитывается, ну, по-разному говорят, ну, примерно полтора миллиарда миллиона. Полтора миллиона разных видов животных по всей земле. По-разному говорят, если не считать всяких моллюсков, там, червячков, которых тоже очень много, так вообще восемь миллионов. Полтора миллиона видов животных. Бог приводил, я думаю, тогда, может быть, еще больше было, и Бог приводил этих животных. Один левиафан чего стоит? Вы помните, как Иов описывает это животное, насколько это был, по всей видимости, как вот сегодня драконов рисуют. Огромнейший дракон. Огромнейший. Из его пасти пламя выходило. Это просто фантастика какая-то. И таких животных разных было очень много. Земля была полна жизни. И Бог приводит этих животных, и Адам им дает имя. Ну, я думаю, что этот процесс был достаточно долгий. Невозможно всем вот так вот полтора миллиона хотя бы дать все именам, имена дать всем. Это достаточно утомительный, наверное, процесс был, но в каждом имени Адам переживал Бога. Называя каждое животное, он как-то больше начинал понимать своего Творца. Он был продолжением своего Творца. Он был продолжением мысли своего Творца. Он был продолжением желаний своего Творца, Создателя. И каждый раз, делая что-то в послушании Богу, он наполнялся Богом больше. Он больше его начинал понимать. Он больше восхищался, восторгался. Ему так это нравилось, по всей видимости. Много было работы. Бог ему сказал, чтобы он возделывал Эдемский сад и охранял его. Огромная территория. Много работы. Но знаете, чего я здесь не заметил? Я специально, когда эта мысль пришла ко мне, я специально прочитал Бытие, все эти первые главы. И вот, что я не обнаружил. Я не обнаружил выходного дня. Я не обнаружил даже мысли о том, что Бог сказал Адаму где-то отдохнуть. Что он уже устал, вот теперь давай, возьми выходной, отдохните с Евой, проведите время. Нет, они вместе с Евой. Они вместе с Евой потом были призваны, чтобы охранять этот сад, возделывать, делать все вместе. И по всей видимости, они не нуждались в выходном. А зачем? А зачем им выходной? А зачем им отпуск? Мне кажется, какая-то мысль об отпуске кажется вообще абсурдной по отношению к Эдемскому саду. Как вам? А зачем? Ведь это мечта, чтобы жить с Богом, чтобы жить в Его присутствии, чтобы делать те дела, которые Он тебе говорит делать. Ведь Он обещал, что в этих делах Он будет вместе с тобою. Ведь Он обещал, что Он ответит на твои молитвы, когда ты будешь делать эти дела. Это же потрясающее путешествие. Это же просто прекраснейшее призвание, которое Бог может только дать человеку. Поэтому в Эдемском саду, конечно, этого не было. Адам видел Бога, и Адам делал все вместе с Богом, исполняя Его волю. Но вот, что теперь я вижу, когда человек выбирает свой путь, когда он выбирает свой вольный путь, когда он решил послушаться дьявола. Вот что Бог ему говорит. Я не буду весь этот текст перечитывать, но возьму только выдержку из книги Бытие, 3 глава, 17 стих, который мы уже читали с вами. В 17 стихе написано, со скорбью будешь питаться от земли. Со скорбью будешь питаться. 18 стих. Будешь питаться полевою травою. 19 стих. Будешь есть хлеб в поте лица твоего, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Подождите, что случилось? Господи, у тебя другой темы, что ли, нет по отношению к Адаму? Все, о чем ты теперь можешь с Адамом поговорить, это то, как он будет кушать, есть и работать для того, чтобы есть. И я больше не вижу ни одной мысли в этом тексте. Меняется что-то кардинально. Вдруг Бог осознает, не то, что Бог осознает, а вдруг мы видим, как Бог выражает свои новые отношения с Адамом, понимая, что больше Адам теперь ни на что не способен. Все, что теперь может делать Адам, это думать, как он заработает себе на питание и потом кушать, а потом дальше зарабатывать, а потом дальше кушать и все. Адам прожил 930 лет. 930 лет. Все, о чем он думал дальше, это как заработать, съесть, а потом опять заработать и в пути лица вся жизнь. Вот такая перспектива. Вот что произошло тогда. Вот как сильно изменилось призвание человека или взаимоотношение Бога с человеком. Если раньше Бог мог мечтать вместе с человеком, если раньше человек был продолжением мысли Бога, его желаний, его дел, если раньше Адам был воплощением дел Божьих на этой земле с великим призванием, с великими возможностями, с великими способностями, вы только подумайте дать имена полтора миллионам животных. Мы сегодня будем учить, учить и не выучим, наверное. Адам просто наслаждался в этом процессе. Он просто вот из него исходили эти имена. Почему? Он видел Бога и он исполнял волю Божью. Ему было классно, возможно, он уставал, но это была приятная усталость. Аминь. Это потрясающая жизнь, конечно, но то, что о сегодняшней жизни говорит, допустим, апостол Иоанн в первой главе, в первом послании от Иоанна, это написано, вторая глава, 16 стих. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это не есть от Отца, но от мира всего. Все, что в этом мире сегодня есть, это желание, похоть плоти, это желание, похоть очей, это желание и гордость, если что-то получилось хоть немножко. Желание, желание, желание терзают сегодня этот мир. Люди стремятся, хотят, не получают, разочаровываются, уходят с жизни. Столько трагедий, столько страхов, пытаются себя защитить. Это все, что теперь может делать Адам. зарабатывать, потом охранять то, что заработает, потом есть, бояться жить в страхах, защищать себя и так далее. Поэтому он спрятался в кустах, как только Бог сказал, обратился к нему после грехопадения. Иисус тоже старался исправить мозги человеческие, когда ходил по этой земле. В Евангелии от Матфея написано так, 6.31 «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, то есть люди, которые не знают Бога. То есть про это от Адама то, что пришло, то, что продолжается на этой земле». Он говорит, «Это же люди, которые не знают Бога, только об этом и могут думать. И потому что Отец ваш Небесный, он-то знает, что вы имеете нужду во всем этом». Я наблюдаю сегодня, как моя дочь старшая заботится о своем сыне, которому чуть больше годика. И у Егорки даже, мне кажется, мысли нет о том, что он чего-то не получит в этой жизни. Потому что мамочка старается опередить его желание, мамочка старается предугадать, что ему надо, и ребеночек только «ааааа», мама уже думает, что ему надо. Кому знакома ситуация? Это так понятно, это так естественно. Иисус сказал, «Если вы, будучи злые, можете добрые дела по отношению к своим детям делать, то вдумайтесь, насколько Небесный Отец. Он знает каждую твою нужду, Он знает каждую твою потребность, Он знает каждый твой вопрос, Он знает все твои слабости, Он знает абсолютно все в твоей жизни, и Он избрал тебя. Иисус говорит, поверьте, Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и Он говорит, это все приложится вам. Ищите того, чтобы видеть Бога и делать Его дела на этой земле, и Бог обеспечит вас, и Бог позаботится о вас. Кто верит в это? Аллилуйя! Иисус стал для нас новым человеком, новым Адамом. Иисус принес совершенно новое мышление на эту землю, не то мышление, в котором находились все иудеи и вообще все люди, живущие на этой земле. Иудеи смеялись над Иисусом, как вы помните, когда Он начал говорить вот эти вещи. Не заботьтесь ни о чем, доверьте Богу, потому что Бог знает, как позаботиться о вас. И написано, что эти фарисеи, которые были сребролюбивы, основания жизни, в которых были деньги, своя работа, свои труды, они смеялись над Иисусом. Они вообще не могли этого понять. Но Иисус принес совершенно новое мышление. 1 Коринфянам 15.45. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний, Адам, есть дух животворящий. Иисус, это новый человек. Иисус принес на эту землю совершенно новую природу. Дорогие, Он работал очень много. Кто это знает? Иисус работал очень много. Он работал так много, что иногда в лодке написано, просто заснул. Представьте, шторм, лодка плывет, шторм бушует, ученики кричат, боятся, что сейчас перевернется эта лодка. Они говорят, учитель, будет его, тебе что? И дела нет. А Он спит. Прямо посреди шторма, прямо в этой лодке, просто спит. Он устал. Скажите, Сын Божий, Он был как Бэтмен, наверное. Он вообще ничего не уставал ни от чего, вообще не задумывался. Он был как человек. Он совершил крещение, как обычный человек. Хотя все, возможно, думали, что Он как грешник совершает крещение. Он сделал все как человек. Он был как человек, обычный человек. Он добровольно отказался от всей своей власти Сына Божьего на этой земле, от всех своих способностей Сына Божьего. Он отказался, чтобы пройти наш путь. И вот Он изматывал себя так в своих трудах, что просто спал на корме этой лодки. Он часто не спал по ночам, потому что людей было очень много. Иногда Он молился круглосуточно просто за людей, потому что тысячи и тысячи приходили и обращались к Нему. Иисус исцелял больных, молился за этих людей. Он не переживал, что нарушится как-то Его распорядок дня, какой-то режим. Он не переживал, что не выспится, и потом, может быть, со здоровьем какое-то нарушение произойдет. Поэтому надо вовремя лечь спать, надо обязательно потом вовремя встать. Не видно, чтобы у Иисуса был какой-то режим. Не видно, чтобы Он придерживался какого-то распорядка. Но очень видно две вещи. Иисус постоянно видел Отца. И Он заботился о том, чтобы видеть всегда Отца. И мы можем прочитать об этом в Евангелии от Иоанна, в пятой главе, в девятнадцатом стихе. И там написано, что Иисус говорит, я не могу делать ничего без Отца. Я просто не могу ничего делать без Отца. Я должен видеть Отца Творящего, и тогда Я буду делать. И вторая вещь, Он старался исполнить волю Божью. И это написано в Евангелии от Иоанна 6.38. И там Иисус говорит, что Я пришел на эту землю с неба не для того, чтобы свою волю исполнять, а для того, чтобы исполнять волю, творить волю пославшего Меня Отца. И в результате Он был во всем обеспечен. В результате Он ничего не боялся. В результате Он не нуждался в чем-то, что могло бы сбить Его просто с пути, и Он бы вынужден был как-то решать свои проблемы. Видно, что Отец полностью заботился и покрывал Его. Евангелие от Марка 3.20. Приходит в дом и опять сходится народ так, что им невозможно было даже хлеба есть. Иногда Он трудился так, что некогда было покушать. Дорогие, это образ жизни Сына Божьего, который пришел на эту землю. Он принес новую природу. Она не вмещается просто в рамки, в распорядок дня. Она не вмещается просто в логику человеческую. Если мы желаем жить с Богом, который намного больше, чем любые рамки нашего понимания, нам надо довериться Ему и в тех делах, которые Он хочет делать через нас. Как часто сегодня мы приходим с работы, уставшие, согласен, трудно, согласен, кушать хочется, согласен, но вот ты слышишь, что ты можешь что-то сделать для Бога. Вот с церкви звучит какой-то призыв. Вот тебя призывают, и ты понимаешь, там есть нужда, там есть проблема. Как часто вы переступаете через человеческое, чтобы исполнить волю Божью. И я знаю, что очень многие из вас делают это. Я очень благодарен всем вам, дорогие братья и сестры, которые мыслят именно так, которые смотрят не на удобство, которые смотрят не на свой распорядок дня, не на свои удовольствия, а которые мечтают, чтобы исполнить волю Божью на этой земле. Потому что мы призваны к этому. Мы призваны подражать нашему Спасителю Иисусу Христу. Мы призваны отображать Его образ жизни. Мы призваны к этим делам, которые больше, чем можно вместить в 24 часа в сутки. И если ты смотришь просто по-человечески, вот моя работа, вот моя семья, что я могу сделать? Все. Тогда остается все. Это правда. Но тогда ты не сможешь исполнить то призвание, которое есть на твоей жизни. Вы знаете, мы, я вам расскажу еще одну ситуацию. Мы буквально вчера, вчера была потрясающая молитва. Молитвенное время, да, когда мы собираемся по субботам вместе. И когда стали выходить и свидетельствовать с пол первого до часа, у нас это время, когда после вот этого размышления с Богом мы даем возможность каждому выйти и рассказать то, что он пережил, то, что получил, какое откровение. И когда стал выходить каждый человек, я подумал, что я не смогу потом выйти, потому что внутри меня было столько переживаний с Богом. Я подумал, Господи, как здесь много тебя, как это потрясающе, как это замечательно. Поэтому я приглашаю вас, друзья, присоединяться к этой молитвенной комнате. А потом, спустя какое-то время, мы уже поехали домой и остановились, нам надо было подождать там кое-что. И мы с детьми остались в машине. Я предложил, давайте помолимся. Потому что время у нас было минут десять, надо было ждать, давайте помолимся. И мы стали молиться. Стали молиться об одном, о другом. И потом я стал молиться о моей дочери. А младшая дочерь, она сидела тут же рядышком вместе с другими дочерьми. И она в одиннадцатом классе учится. И ей надо будет выбирать, куда дальше идти учиться. И мы думаем много об этом размышляем. И она также. И вот я стал молиться. Господи, покажи, Лизик, пожалуйста, куда дальше надо пойти, какую профессию дальше выбрать, где она будет дальше учиться. И вдруг, как поперек этой молитвы, я слышу внутри три вещи. Я понимаю, что Дух Святой на самом деле это сказал. Не думай о том, как получить удовольствие. Думай о том, как исполнить волю Божью. И думай о том, как быть полезным для людей. Я останавливаюсь в этой молитве и начинаю говорить, прям проговаривать это. Не заботься о том, чтобы иметь удовольствие в работе. Думай о том, чтобы исполнить волю Божью. И думай о том, чтобы быть полезным для людей. И я поворачиваюсь к Лизе. И вдруг вижу ее глаза, наполненные слезами. Она говорит, папа, ты не поверишь. Когда мы сейчас, прямо сейчас молились. Я молилась. Господи, дай мне, пожалуйста, такую работу, где бы я могла и работать, и удовольствие получать. И вдруг тут же ты говоришь, не заботься о том, чтобы иметь удовольствие. Мы настолько сильно пережили вчера в этой машине Бога. Мы вдруг обнаружили, что Бог разговаривает с нами. Через нас, через друг друга. Отсюда вот это желание по отношению к детям нашим сегодня. Я верю, что Дух Божий говорит, когда мы молимся, когда мы благословляем наших детей. Я верю, что Бог также говорит в их сердцах. Давайте разговаривать с ними об этом. Что они получают? О чем они думают? Им в детских головках может показаться, что это просто мысль какая-то, просто что-то обычное. Но нам надо, как священникам в своем доме, научить детей, отличать их мысли, а где все-таки Дух Божий говорит в их сердцах. Аминь. Я вижу, как Бог призывает нас, друзья, к тем делам, к тем многим делам, которые еще не сделаны на этой земле. И мы, народ Божий, призваны к этим делам. Мы призваны, чтобы исполнять волю Божью. Послушайте. Послание к Колоссянам, 3 глава, 22 стих. Рабы, во всем поминуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человека угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков. Апостол Павел, ты о чем советуешь? Что ты советуешь вообще рабам? Посоветуй рабам, как избавиться от рабства. Они, мне кажется, только об этом могли думать. И вот апостол, вместо того, чтобы научить их, как избавиться от рабства, как избавиться от проблемы, каждый из нас сегодня может находиться в своем рабстве и думать, как избавиться от этой проблемы. Но апостол Павел совершенно в другую сторону и направляет их мышление. И он говорит не о том, заботьтесь, чтобы избавиться от рабства, чтобы вам легче было жить, но думайте о том, как каждое дело, которое вы делаете, которое ваш господин вам поручил, который ваш начальник вам поручил, который ваш руководитель вам поручил, делать не как для начальника, для руководителя, для господина. Делать от всей души, со всего старания для Господа своего. Иисус, я для тебя хочу сделать, не важно, что я сейчас делаю, не так важно, сколько это будет стоить, я для тебя хочу это сделать, Иисус. И написано дальше, что в таком случае вы получите наследство от Господа, а не от человеков. Великая награда от Бога для таких людей. Послание к Ефесянам 4, 28. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая дело своими руками, полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Дорогие, речь о служении. Другими словами, апостол наставляет церковь и он говорит, трудись, трудись, работай, чтобы ты не просто мог обеспечить себя там в других местах в послании фессалоникийцам, время нет уже все прочитать, он говорит, чтобы мы работали, чтобы достаток у нас был, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но здесь он пишет, что этого недостаточно. Он говорит, трудись так, чтобы у тебя было достаточно средств, чтобы ты мог служить другим людям, чтобы ты мог восполнить чью-то нужду, чтобы ты мог сделать то служение, которое Бог поручает тебе сделать. Ты скажешь, у меня денег нет, чтобы сделать, я понимаю, что Бог от меня ожидает, у меня денег нет. У Бога есть. Если Он тебе поручает какое-то дело, и ты соглашаешься с этим, независимо на свои обстоятельства, несмотря на свои обстоятельства, то тогда ты увидишь обеспечение с неба. Я верю в это. Я ожидаю этого обеспечения. И я верю, что Бог благословит каждое дело рук наших, которые мы делаем для Него. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. В послании фессалоникийцам, во втором послании фессалоникийцам есть достаточно длинный текст, вы можете прочитать его в третьей главе. Третью главу можете просто прочитать. И там апостол говорит, наставляет церковь и говорит, надо, чтобы вы трудились, чтобы вы не были бездельниками. Он определяет там одну категорию людей, которые суетятся. И в оригинале это звучит так. Заниматься пустыми делами или вмешиваться не в свои дела. Некоторые люди вместо того, чтобы заниматься тем, что Бог им поручает, они занимаются не своими делами, еще в чужие вмешиваются, советуя, как лучше вам надо работать. Апостол говорит, таких людей, если они не послушаются этого наставления, имейте на замечание. И я в Новом Завете больше не вижу такого текста, который бы наставлял нас иметь кого-то на замечание за что-то еще. Но когда апостол говорит о том, что надо трудиться, надо работать, надо делать дела для Господа, он говорит, если кто-то с этим не согласен, на замечание такого человека имейте. По всей видимости, это очень важная тема. Последнее местописание. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 12 по 14 стих. Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, «Верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я иду к отцу моему. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю, да прославится отец в сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». Потрясающая поддержка, которую будет иметь каждый человек, который согласится делать дела Божьи, который согласится жить не просто для того, чтобы заработать, съесть, опять заработать, получить какое-то удовольствие, ждать, когда расслабиться, когда отдохнуть. Нет, человек, который согласится с Иисусом Христом, который возвращает нас в эти отношения Эдемского сада, где мы во всех трудах нашим можем видеть Бога и можем исполнять Его волю. Иисус говорит, «Я обеспечу каждого такого человека. Я отвечу на ваши молитвы. Я дам вам все, что вы попросите в этих делах, в этой жизни. Все, что нужно будет вам, я дам вам». Иногда люди вырывают это из контекста и говорят, «Господи, Ты сказал все, что мы попросим, дашь нам». И мы просим для себя, опять для того, чтобы еды было больше, для того, чтобы удовольствия было больше, чтобы возможностей было больше. Но не об этом речь. Речь о том, когда ты соглашаешься идти путь с Богом, делать Его дела, несмотря на свою усталость, несмотря на свои обстоятельства, несмотря ни на что. Когда ты ставишь волю Божью на первое место, Он говорит, «Просите». Чего вам не хватает в этом? Просите. Если вы готовы двигаться дальше в этом деле, если вы согласились дойти до конца, написано, что конец дела лучше, чем начало, потому что вначале мы все можем что-то начинать, говорить, да, вдохновленные словом, «Аминь, мы пойдем за тобой», а потом, когда суть до дела, трудность, проблема, тяжело, свои трудности какие-то, и мы можем просто легко сдуваться в этом деле, останавливаться. Написано, конец дела лучше, потому что, когда ты пойдешь к этому окончанию дела, к этой цели, когда ты поставишь эту цель исполнить волю Божью и будешь идти к ней верно, не оборачиваясь назад, как написано, что неблагонадежен, оборачиваясь назад, когда ты поставишь цель и будешь идти к ней, проси на этом пути все, чего тебе не хватает. Если Бог увидит это сердце, которое говорит, да, Господь, чего бы мне это ни стоило, я пойду, чтобы исполнить твою волю, будет у меня достаток или не будет у меня достаток, смогу я по-человечески или не смогу, я готов идти за тобой. Господь говорит, проси все, что нужно, я дам тебе для этого. Аллилуйя. И это другая жизнь, это другая перспектива. Аминь, аминь, аминь. Я приглашаю вас, драгоценные, в этот путь. Я сам готов идти в него. Я приглашаю вас, чтобы мы вместе исполнили волю Божью на этой земле. Чтобы наша церковь была не просто обеспеченная, чтобы она была обеспечена сверх наших нужд и потребностей, потому что в этом мире намного больше есть нужд, потребностей и проблем, которые мы призваны восполнить. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»